Здравия желаю, уважаемые подписчики и теледрители! Значит, сегодня пробуем заряжать ионистеры супер-быстрым способом. До этого я показывал зарядку, но это было медленно. А сейчас, видите, какая скорость. Скорость зарядки огромная, цифры скачут. Вам не видно? Сейчас видно, да? Цифры скачут. И все это без потребления тока электрической мощности. На обратном токе ионистера все это. Вот уже четыре, а было полтора. А нам надо до тринадцати с половиной прогнать. Применяем выпрямитель мощный. Семьдесят шесть ватт. И больше ничего. То есть подобрать выпрямители. А если будет у вас сто ионистеров, соответственно, здесь у нас шесть. Если будет шестьдесят, соответственно, в десять раз больше мощи. Как тут определять мощь? Не на емкость полную ионистеров, и не на мощность пропускную выпрямительной системы. А на пропускную мощность выпрямительной системы и на встречный ток ионистеров в единицу времени, это даже может быть не секунда, а десятая или сотая доля секунды. Вот как надо определять. Вот в этом ошибаются. Когда начинают работу, начинают мерить емкость прямую. А надо не прямую емкость, а емкость выходную способность системы в долю секунды. Понимаете? И я на этом ошибался. Сейчас я понял. И вот там ребята, значит, сальтом писал, еще ребята, которые занимаются, они пока тоже не поняли это все. Видите, мы уже догнали буквально какие-то секунды, мы уже догнали до пяти и выше идем. И при этом у нас потребление нулевое. Потому что встречный ток у ионистеров очень высокий. И как мне там один говорил, это защита срабатывает. Человек не понимает, что такое защита. Если срабатывает защита на выпрямителях, на некоторых ставят защиту в виде простых предохранителей. С тоненькой проволочкой рассчитанное сечение, чтобы сечение не превышало тепло, которое подается для того, чтобы не спалить систему. Понимаете? Значит, если срабатывает защита, как кто-то говорил, отключается вообще и больше не включается. То есть сгорает предохранитель. В другой защите не предусмотрено, а в некоторых выпрямителях и это отсутствует. Почему? Да потому что нам известна защита у человека на любом электросети есть в виде автоматов, расцепителей. Электромагнитных расцепителей, которые срабатывают куда быстрее, чем эти плавкие вставки, которые вставляют. Понимаете? Вот это не учитывается народом. И из этого мы видим плачевные результаты, ребята. Потому что давайте так, давайте не будем заниматься словоблудием, как занимаются некоторые. Я вот сегодня заблокировал вот этих ребят. Может быть, разблокирую к вечеру. Копышев и Марк Нурок. Которые приводят все время обратные примеры. Я показываю примеры на личном опыте, проверяя на опытах. Они мне предоставляют, значит, примеры из книг художественного вымысла, то есть художественной литературы. Так как учебник физики, если ее рассудить, без всяких, значит, как вам сказать, без предрассудков и прямо откровенно по-русски, по-советски, как нас учили в СССР, то это просто сказка для детей. И вот эту сказку заставляет зубрить. Понимаете, ребята, что происходит? И вот эти вот люди, которые зазубрили эти сказки, начинают мне предъявлять. Постоянно. Сначала я думаю, что это просто у их непонимания, я начинаю объяснять. В ответ они опять то же самое пишут. Понимаете? Упорно. Тогда второй раз начинаю объяснять, опять в ответ то же самое пишут. Как можно тогда вообще переписку вести с такими людьми? И подумав, я решил, пришел к выводу, что надо заблокировать этих ребят. Если они не одумаются. А тут мы видим на примере, что, видите, зарядка идет очень быстро, цифры скачут, как вы видите на примере. Вот эти цифры. То есть идет, уже мы дошли до 7 вольт. При этом мы не затратили ни единого, значит, ни единой толики энергии. Я буду называть толика, потому что, ребята, ваты и амперы и вольты, это все такая же чушь, что нам доказывают на метры, которые я сегодня выпустил ролик, на метры и упорно доказывают. Да нету никаких метров. В природе. В мире 3 замера. Получишь искомое, а не метры. И когда вам присылают счета на квадратные метры, вот тут нас заело уже. Вот тут нас доставило это задуматься. Ладно, если вы пишете в учебниках, фантазируете. Свои фантазии. Но когда вы присылаете счета, у нас терпения нету это все выслушивать. И мы будем добиваться правды. Будем добиваться правды. Несмотря на потуги всех этих Михаилов, как их там, Нурков, Марков, Михаилов и прочих людей, которые или сами дураки, или посланы какими-то, значит, агентами, мы видим на простом примере, что есть встречный ток обратной силы, который, значит, не позволяет, не позволяет энергии тратиться. Так как в то время, видите, вот эта прыгучесть цифр говорит, что энергия заходит и выходит бесконечно. А ко чему идет заряд? А энергия это движение. При этом в процессе происходит движение, вы же видите. А нам не надо что-то вливать. Тут путаница идет, ребята, с водой. Вот, вливаем воду, воды стало меньше. Но эта энергия, она по-другому работает. При движении она умножается, потому что идет расширение потока вещества. Потока вещества, которое обладает тепло... Обладает свойствами расширяться. Расширяться и нагреваться. А расширение и нагревание у нас способствуют движению. Движение, движение это и есть электрический ток. Почему такой вопрос простой? Почему такое неприятие со стороны публики? Да потому что они нас дурачат, ребята. Дурачат, берут плату на квадратные метры, которых нет. Дурачат, берут плату за амперы, которых нет. Дурачат, берут проценты на деньги, которых нет. И которые бумаги эти вот виртуальные не растут. На всем дурачат. И не дают людям жить нормально. То есть и сами не живут, и другим не дают. Вот этот вопрос меня возмутил. Понимаете, в чем суть-то? Поэтому мы будем доказывать свое, проводя опыты. Невзирая на их потуги. Пусть они там пишут, что хотят. Это их работа. Но мы идем вперед, к победе. Вперед к победе. И нас не остановить. Идите прочь с пути. С пути истины. А истина ведет к процветанию и прогрессу. Всей науки, техники и других систем. Как видите, ребята, мы уже зарядили почти до 8,5. И при этом мы наблюдаем, что расхода у нас нет. Что доказывает правильность наших теорий. И видите, мы наблюдаем, что счетчик медленно перемещается. То есть, на нем вибрация. Так как получая ток, отдавая ток и получая встречный ток, что вызывает вибрацию, как волны, значит, на море. Вот этого они не хотят принять. Но мы будем настойчивы. Ну и в конце еще раз, значит, система, как видите, работает. Пока мы вели беседы, уже у нас подходит к 9 вольтам. А нам надо 13. И как видите, у нас, значит, на системе все очень просто. Сесть ионистеров на 500 фарад, соединенных последовательным путем. Последовательный путь вы должны знать. Это учат в школе, если не знаете, я могу это разъяснить. Если будут такие вопросы. И все. И применяем подобранный специально по мощности, так, чтобы наша мощность в единицу времени была меньше мощности в единицу времени этих ионистеров. И вот на этом эффекте мы получаем заряд. Бесплатный вечный заряд. Благодарю вас за внимание. Прошу прощения, если речь была, значит, где-то нудноватая. И пожелаю вам крепкого здоровья и исполнения всех желаний. Прошу прощения. Прошу прощения.